Допустим, ты хочешь продать что-нибудь ненужное или купить что-нибудь полезное. При этом боишься, что тебя обманут, всё продумываешь, что раз перестраховываешься, но в результате всё равно что-то идёт не так. FunPay поможет просто и безопасно продать или купить игровые предметы или услуги. Ишнуала, жители Азерота. Настало время поговорить о брокерах, дружелюбных, загадочных и невероятно могущественных существах. В наших попытках понять тёмные земли мы исследовали различные явления и направлялись в разные локации. И что бы мы ни делали, скорее всего, рядом находился один из брокеров. Мы только недавно встретили эту незнакомую нам расу во вселенной Warcraft, но уже нет никаких сомнений, насколько они важны. И по большей части это раскрывается в диалогах, которые вы, скорее всего, пропустили. Если смотреть в будущее, то брокеры вполне могут стать ключевым звеном в следующих дополнениях. Также они точно что-то замышляют в Оребесе, и это происходит прямо сейчас. Нет практически никаких сомнений, что они хотят того же, чего хочет тюремщик Сильваны, о чём нас предупреждал Примас. Поэтому я считаю важным уже сейчас получше познакомиться с брокерами, таинственными торговцами вселенной WoW. Нет ничего плохого в том, что изначально мы приняли брокеров за эфериалов из тёмных земель. Не так ли? Группа торговцев, занимающихся трансмагрификацией, профессиями, избытом ненужных игрокам предметов. Но правда в том, что, как и эфериалы, брокеры замешаны в чертовски большом количестве событий. Итак, мы знаем, что они родом из неизвестного царства тёмных земель. По крайней мере, они нам так говорят. Также они коллекционеры и больше всего ценят информацию. Видно, что они выставляют своё дорогостоящее имущество на показ, как бы хвастаясь этим. А также очень гордятся своим положением и тем, что они делают. Всё это приводит наше внимание к их культуре. Общество брокеров разделено на картели, но это не просто безликие торговые компании. Нет, картели формируют каждую грань их общества, вплоть до самих имён каждого брокера. У каждого картеля есть свой слог для обозначения, своего рода первобытный звук. Например, «Ве», «Ба» или «Ау». Затем этот слог добавляется как приставка перед именем каждого представителя картеля. И это даёт нам представление о персоне. Например, «Ве Нари», то есть «Нари» из картеля «Ве». Это означает, что картель является основной частью личности каждого брокера. Это буквально первое, что вы узнаёте о брокере, когда он называет своё имя. Его картель. Они состоят в коммунитарном обществе, что отражается в одном из диалогов, где брокер утверждает, когда я получаю прибыль, мы все получаем прибыль. Каждый в зависимости от своего положения. Таким образом, картель, в котором состоит конкретный брокер, образует часть его имени, а также определяет его цель в жизни, его сущность и его личность. Чуть позднее мы подробнее погрузимся в каждый из известных картелей и определим, что ими движет и что они замышляют. Пока что мы успели разобраться в основах их жизни и культуры. Что же, продолжаем. По правилам вселенной в Варкрафт, это кажется чем-то безумным или немыслимым, но у брокеров есть способность свободно перемещаться по вселенной. Об этом утверждается не один раз, и попозже у нас будет пример, но на данный момент важнее понять масштабы этой способности. Они могут не только путешествовать по космосу, но и перемещаться между измерениями, которых мы узнали недавно. Очевидно, с точки зрения сюжета, эта деталь их сущности имеет огромный потенциал. Чтобы отразить еще одну грань могущества брокеров, в Театре Боли в Малдраксусе хранятся сильнейшие противники со всей вселенной. А хранятся эти противники у брокеров. В их число входит Наару. Да, вы не ослышались, Наару. Брокеры буквально продали Наару в Театр Боли. Отправились в другое измерение, подхватили там темного Наару и забрали его с собой. Так насколько они сильны, раз просто так торгуют сильнейшими существами? Какие должны быть технологии у брокеров, что они могут пленить таких существ? Это может означать, что брокеры обладают намного большей силой, чем кажется на первый взгляд. Возможно, сами брокеры являются чем-то большим, чем мы на данный момент себе представляем. Я думаю, вы тоже замечаете это. Когда мы имеем дело с брокерами, чем больше мы получаем о них информации, тем менее значимым становится наше предыдущее знание о них. Если проще, то вспомните, как вы восприняли их в первый раз. А теперь, как вы их воспринимаете после осознания того, что они могут захватить и продать Наару? Новые знания задают огромное количество новых вопросов. Есть ряд вопросов, на которые нам предстоит найти ответы. Во-первых, что из себя представляет брокер физически? Ну, они утверждают, что родом из темных земель. Но они, мягко говоря, совсем не похожи ни на одно существо, которое мы видели в любой из доступных нам локаций. В это же время брокеры больше похожи на механизм, топливом которого служит анима. Возможно, их ноги-лезвия были придуманы специально, чтобы подкрепить такое впечатление. Из этого следует другой вопрос. Брокеры это всего лишь сгусток энергии прямо за их масками? Или же всё их тело, весь этот механический костюм, это тоже часть брокера? Если они родом из неизвестного нам мира в тёмных землях, то из какого? Откуда он появился? В чём цель его существования? Мне кажется странным, что они не удосужились поделиться этой информацией, и ответа на этот вопрос действительно пока нет. Некоторые пазлы просто не сходятся. Например, всё указывает на то, что брокеры прибыли в Орюбас относительно недавно. Они считаются гостями города. И кажется, что служители города начинают относиться к брокерам и их проделкам с подозрением. Об этом говорится в диалоге Бахара и Басола. Надо действовать осторожнее, Басола. Терпению служителей есть предел. Но я не хочу, чтобы мы упустили эту возможность. Согласен, ваше роскошество. Кадилен наблюдательнее, чем хочет казаться. Умаслим их драгоценное предназначение. Оно сыграет нам на руку. Как прикажете ваше роскошество? Точно ли они родом из тёмных земель, из упорядоченной первоначальной версии тёмных земель? Может их дом сформировался позднее в виде какой-то другой формы реальности? Я думаю, что они родом из тёмных земель, но на очень-очень базовом уровне, который, возможно, не вписывается в первоначальный план предвечных. Всё это подводит нас к ещё более важному вопросу. Что же им нужно? И я не думаю, что они просто ищут лёгкой наживы, быстрой выгоды. Нет. Им точно что-то нужно. Что-то определённое. Слишком много таинственности и неопределённости в их поведении. Не может это быть лишь ради денег. Точно так же многие думали, что эфериалы встретились с нам лишь ради прибыли. Но если копнуть глубже, выясняется, что у них есть какой-то таинственный хозяин. И также много несостыковок. Становится очевидно, что в поведении эфериалов определённо есть что-то подозрительное. Как вы могли догадаться, с брокерами должно происходить что-то подобное. Просто посмотрите на то, чем они занимаются. Что бы они ни задумали, судя по всему, это очень рискованная затея, учитывая, насколько они сильны. Итак, мы разобрались, кто они такие и на что они способны. Самое время обратить внимание на детали, которые помогут лучше понять эту часть сюжета. Картели. Первый брокер, на которого мы обратим внимание, называется АУ-БРА. Он бригадир в зале контуров. Картель АУ, судя по всему, картель ремесленников. В разговоре он нам поясняет. Брокеры путешествуют по вселенной и учатся у мастеров множества реальностей. В английской версии его фраза выглядит чуть по-другому. Её можно перевести как «Мы, брокеры, путешествуем по вселенной и учимся у мастеров каждой из реальностей, которые мы можем найти». Для обычного диалога это очень полезная информация. Он практически напрямую нам говорит, что они могут путешествовать между измерениями космических сил. Картель Зи. Мы встречаемся с их представителем в подземелье «Та сторона». Буансамди предупреждает нас, что брокеры что-то замышляют. У Буансамди связи не только в Азероте. Брокеры ищут силу, и им не важно, откуда она. Это вряд ли захочет отдавать моё Моджо. Осторожней с ней. Та ещё хитрюга. Это будет... Занимательно. Прочь с глаз моих! А как вам это... Занимательно? Сделка... Не удалась. Брокеры что-то задумали. Не спускайте с них глаз. Скорее несите мне мою Моджо! Позже мы встречаем босса-изобретателя Зиммакса в замке Нафрия. Оказывается, что она какое-то время сотрудничала с Динатрием. Мы не знаем, в чём заключалась их сделка, но это приводит нас к парочке безумных теорий, которые мы все так любим. Мы знаем о связи Натризимов с Динатрием и Королём Личом. Если Динатрий создал Натризимов, как же они смогли покинуть Тёмные Земли, чтобы реализовать весь план по созданию Короля Лича? Было бы очень удобно иметь под рукой кучку межпространственных безумных торгашей, которые готовы выслушать твои предложения. Не так ли? Так, например, повозки с брокерами пытались доставить клинок господства Келтузаду во время сюжетной кампании Малдраксуса. Но мы их остановили. С помощью этого клинка Келтузад намеревался открыть путь в Утробу. Откуда брокеры смогли его получить? Скорее всего, что прямиком от тюремщика. Картель Ве и, конечно же, Венари, наш союзник в Утробе. Определенно, нам очень повезло, что мы с ней сошлись во взглядах. Ну, как понимаете, она помогает нам скрываться от тюремщика, все эти улучшения и прочее. Если она вся такая дружелюбная и готовая помочь Пилигриму Утробу, то почему другие члены картеля Ве не доверяют ей? И нам советуют держаться подальше. Мы находим живого члена картеля Ве в Утробе и освобождаем его. А он говорит нам, что Венари предала своих соратников и неминуемо сделает то же с нами. Звучит жутковато. Позже Венари говорит нам, что прибыла в Утробу с группой и члены этой группы постепенно исчезали, пока не осталась в живых одна Венари. Как вы понимаете, показания расходятся и кто-то из них лжет и я склоняюсь к тому, что все же это Венари. Отсюда следует вопрос, что вообще Венари нужно в Утробе? Каким образом наши действия в Утробе продвигают картель Ве и является ли она его частью на данный момент или действует из своих личных побуждений? Возвращаясь к Натризимам, может быть Венари сможет дать ответ на вопрос, как тюремщик достал шлем господства из Утробы? Согласитесь, брокеры выглядят очень дружелюбно, но при этом мы уже победили двух из них, в той стороне и в замке Нафрия. Невозможно точно сказать, что сейчас происходит с картелем Ве, но помните странника из дополнения Легион? Незаслуживающий доверия, таинственный парень, который определенно ведет себя так, как будто он на нашей стороне. Точно так же, как мы ожидаем каких-то событий со странником, мы можем ожидать и событий с Венари. И наконец у нас есть персонаж, его роскошество Бахара. Он самый влиятельный брокер в Орибасе и входит в картель Ба, который также является самым влиятельным из всех картелей. Он представляет наиболее достоверные доказательства того, что у брокеров есть определенные планы. Узнав, что служители Орибаса начинают их в чем-то подозревать, Бахара говорит другому брокеру, умаслим их драгоценное предназначение, оно сыграет нам на руку. Их посредственное обсуждение предназначения темных земель немного удивляет, не находите? Это говорит о том, что они совсем не уважают тот порядок, который устроили предвечный, и они определенно что-то задумали. Похоже на то, что брокеры уже близки к своей цели и ждать нам осталось недолго. Я говорю об этом, потому что его роскошество Бахара говорит своему соратнику Ба Соло следующие слова. Надо действовать осторожнее, Ба Соло, терпение у служителей есть предел. Но я не хочу, чтобы мы упустили эту возможность. Чтобы они не задумали, пришло время действовать. И мысль, что наше пришествие в темные земли предоставило им такую возможность, подтверждается этим диалогом. Говорю тебе, мы должны воспользоваться этим шансом, пока не поздно. Ты думаешь, что смертные покинут это место, как только разберутся с возникшими здесь проблемами? Насколько мне известно, как только смертные получают, что хотят, они сразу двигаются дальше. Нам надо действовать быстро. Также Ба Соло почти выдает нам весь секрет, начиная говорить слово гробница. Но Бахара останавливает его. Мы точно пока не знаем, о чем речь, но возможно, о гробнице знаний в Малдраксусе. Мы знаем, что Сильвана и тюремщик ищут это место, а Примас предупреждал, на что Зевал никогда не должен до него добраться. Но что это за место? Может быть это гробница с телом одного из предвечных? Что за могущественный артефакт там содержится? Может брокеры сами хотят заполучить содержимое гробницы, чтобы получить новые знания, новую информацию в своих целях? Что бы это ни было, это настолько важно для брокеров, что они пришли в Оребас. Но что еще более важно, это нужно тюремщику. Так что это что-то очень могущественное, способное помочь тюремщику в его планах по поглощению души Азерота. После такого количества безумной информации, давайте вернемся к чему-то более привычному и уже знакомому нам. К эфериалам. Согласитесь, когда мы увидели брокеров, большинство из нас провело ассоциацию с эфериалами. Они действительно в чем-то похожи. Но давайте ответим на вопрос, это просто особенности дизайна персонажей или же связь на самом деле есть? Подозрительные сходства бросаются в глаза. Их общество состоит из картелей. В каком-то смысле у них схожее строение имен. У них схожая философия, хоть брокеры и более коллективистские, чем эфериалы. Есть ли объяснение этому? Давайте посмотрим, чем вообще занимались эфериалы на Азероте в последнее время. У нас есть Шадрин, эфериал пустоты. Возможно, она выступает в роли хозяина или предводителя эфериалов. Очень редко, в конце соревнования по трансмагрификации «Наденьте это немедленно», дикторы передают информацию об участниках самой Шадрин. Позже она направит в бойцовскую гильдию своего агента Ксан Салиша, который собирает для нее информацию о том, как мы сражаемся. «Наблюдать за твоими боями было любопытно, но еще интереснее следить за твоим расследованием. Жаль, что пришлось убить этого безвинного торговца, чтобы все завертелось. Такова была цена информации. Мой повелитель будет доволен. Теперь мне не хватает данных только о твоей смерти. После победы над ним можно прочесть фолиан с темными письменами. «Ты будешь моими глазами, когда мой взор обращен в другую сторону. Усть ничто не ускользнет от твоего взгляда. Запоминай, отмечай и докладывай мне. Наблюдай за каждым их движением, за тем, как они ведут свою войну, какое оружие и броню выбирают. Подмечай каждую деталь. Особое внимание обращай на героев, защитников и тех, кто принимает судьбоносные решения. Наблюдай издали и вблизи. Вмешивайся, если сочтешь нужным. Не подведи меня, Ксан Салиш. Знай, что я слежу за тобой. Шадрин». Еще позже мы можем встретить эфериала, который пытается украсть артефакт изведений Нзота. Но согласитесь, слишком много странных событий. Нам дают понять, что они исследуют, изучают нас, собирают информацию. Но зачем и для кого? Это звучит очень жутко и подозрительно. Удивительное совпадение, но точно такое же впечатление остается от проделок брокеров. Но все же прямой связи на данный момент нет. Лишь схожи внешний вид и странные события. Можно попытаться найти связь в их прошлом, но брокер выглядит намного древнее. При этом Близзард все же выбрали, ну, очень схожие стили. Я уверен, что это не случайность, и хоть на данный момент мы можем лишь гадать об их связи, я уверен, что это прояснится в скором будущем. Бескрайнее космическое пространство. Итак, что мы узнали о брокерах на сегодня? Что они путешественники, ценят информацию превыше всего, что они проворачивают дела в масштабах всего космоса, и что они определенно пытаются чего-то добиться. Хорошо, что они дружелюбны по отношению к нам, но я не уверен, что стоит им доверять. Нет, я не думаю, что они служат силам зла и хотят смерти вселенной. Скорее, они эгоистичны и жаждут максимальной выгоды, которую только смогут получить из корыстных побуждений. Скорее всего, они останутся с нами надолго, так же, как и фериалы, окружающие нас. Помните, Blizzard говорили нам, что мы будем изучать различные места, которые относятся к силам космологической карты? Ведь это уже происходит. Shadowlands — это такой вводный аддон, благодаря ему мы знакомимся с интригами космических масштабов. Тут мы встречаем таинственную расу, которая способна захватывать могущественных существ, и, судя по всему, они способны путешествовать между различными измерениями. Ну и напоследок, еще небольшая мысль, которая меня не покидает. Что вообще сделали предвечные? Очень похоже на то, что они пришли и организовали темные земли. То есть пришли в первоначальные темные земли, измерение чистой энергии смерти и создали то, что мы наблюдаем — предназначение. Но где в этом управлении брокеры? Они остались сэры первоначальных темных земель, или же их происхождение еще более невероятное? На все эти вопросы еще предстоит узнать ответы. Уверен, в скором будущем мы их получим. Но пока что я рассказал вам о брокерах — это все, что известно на сегодняшний день. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok